Приветствую вас еще раз. Давайте попробуем с вами разобрать то, что вы написали в дополнении. Значит, ну, я не говорил про то, что рисунки должны быть на отдельных листках. Вы пишите, я не считаю, что обладаю недоставленной информацией, интернет перенасыщен примерами именно таких рисунков. Далее вы рассказываете про передачу «Человек-невидимка», говорите о психологе Марии Лукачевой, которая прозвит именно такую картинку и так далее. Уважаемый аноним. Хочется вам сказать, что популярная психология не имеет ничего общего с психологией практической. Вот. И мне здесь, как психологу практику совершенно непонятно, зачем вы приводите в пример то, чем перенасыщен интернет, и то, что люди делают на камеру, по сути дела просто используя собирательный образ людей и, в общем-то, интуицию и примитивные тесты добиваются каких-то результатов именно на ТВ. Ну, это то самое, что битва экстрасенсов и прочее, прочее. Вот. И здесь давайте мы все-таки с вами не будем, не будем мы с вами говорить о передачах, о ведущих этих передач и так далее. Значит. Дело в том, что все специалисты разные и работают с разными моделями взаимодействия с клиентами, и поэтому, если там полскрыт и сделано это в основном для анонимности, и, соответственно, для несколько обобщенного, так сказать, взгляда на человека, то, соответственно, все-таки вы задаете вопрос более превентивный, более предметный, и, соответственно, хочется каких-то вот, каких-то вот общих деталей избежать, каких-то общих деталей избежать. Далее. Значит. Ну, то, что убежденность в том, что рисунок должен стоять из трех компонентов заставило меня их изобразить, это очень такой спорный момент, потому что, кто вам это убежденно знает, если вы сами решили заодно, но вы, если хотите получить помощь специалисту, собственно, значит, необходимо, чтобы вы делали рисование тогда уж так, как вам говорят специалисты, а не так, как вы считаете сами, потому что в противном случае, ну, каждый будет тянуть одеяло на себя, и ничего хорошего от этого не получится. Значит. Ранее вы спрашивали, могу ли я вообще предоставить рисунок и получить ответ. Меня никто не предупредил о необходимости дополнительных деталей. Ну, я не помню, отвечал я на ваш вопрос или нет, сейчас посмотрю, вот, значит, да, вам тут всего два эксперта ответило, вот, и, в общем-то, как бы, этого довольно мало, вот, вот, те же эксперты, кто вам ответили, в том числе и я, мы, так, не считая, мы бы вам сказали, что, как и что он у нас делал, вот, то есть, почему вы, вы двух экспертов берете в качестве примера, то вам никто не предупредил, вас никто не предупредил, сказал, ну, то есть, непонятно. Далее. Все творения были созданы специально для психоанализа, это не сублимация и не просто творчество. Ну, уважаемый аноним, мне бы очень хотелось у вас спросить, знаете ли вы, что такое психоанализ, как он вообще работает, и знаете ли вы определенные механизмы взаимодействия, психоаналитика с клиентом, с пациентом и так далее. Никакого психоанализа быть не может, если мы разбираем просто отдельно взятый ресурс. Да, какие-то элементы могут быть разобраны, но психоанализ – это процесс, и это процесс непрерывного, непосредственного взаимодействия психоаналитика со своим клиентом. Что-то вы говорите – это не психоанализ, это просто анализ рисунка и все. Притом я вам еще в первом своем ответе, в первой записи говорил о том, что каждый психолог в зависимости от своей снообразности будет видеть в рисунке, обезличенном рисунке, что-то свое. И это тоже не хорошо, как вы можете, наверное, понимать. Далее. Давно хотелось именно через рисунок получить анализ. Почему через рисунок? Почему не через общение с психологом? Почему не через взаимодействие с ним? Почему не через тот же психоанализ, но более классического направления? Почему именно через рисунок? Для чего? Считаю, что многие тесты я обманываю и даже не спешаю. Но, опять же, это не вам решать, обманываете вы тест или нет. Если тест вам дает психолог, то он же будет решать, обманываете вы или нет. А вы не можете решить, обманываете вы тест или нет, потому что вы субъект. Или даже сказать, что вы испытуемый в эксперименте, когда вы проходите тесты, а психолог – это наблюдатель. И наблюдателю лучше видно, обманываясь вы эти тесты или нет. Поверьте мне, вы не один человек, который проходит тесты, вы не один человек, который хочет ответить на тесты по сознательно даже максимально правильно, поэтому я не думаю, что здесь имеет место именно обман. Там легко предугадать ответы, ведущие к определенному результату, а про рисунки я почти ничего не знаю. Но, опять же, то, что вы не знаете, не надо, что при появлении знаний вы не будете считать так же, что и рисунки можно обмануть. То есть вы сами говорите, что если вы знаете что-то, это можно обмануть. Если вы не знаете, то нельзя обмануть. А что вы взяли, что про тесты вы все знаете тогда? Ну, характер человека, некоторые текущие эмоции, состояния и проблемы можно же считать. Опять же, вы это сами решили сейчас? Был когда-то опыт консультации на этом сайте, кстати, тоже был нужен рисунок другой, и там специалист мне писал, что он хочет смотреть, как я рисую и с какой мимикой реализии. Ну, это, опять же, методы психологов у всех разные, о чем я вам и говорю. Кто-то может дать вам самую обобщенную информацию, кто-то хочет дать вам максимально точную информацию. То есть, ага, не зависит от того, чего вы хотите и как. Окей, а вы сказали, значит, что возраст, возраст свой диапазон 20-25. И, соответственно, значит, при том, что вы сказали, что убежденность в том, что так рисунок должен состоять из трех компонентов, побудил меня его так изобразить, эта фраза заставляет меня предположить, что это вы автор рисунка. Хотя, в действительности, вы, ну, изначально этого не сказали. Если вы автор рисунка, то тогда непонятно к чему такая условность, не сказать свой точный возраст, то есть от 20 до 25 какой именно возраст. Далее, значит, по моему мнению, вы испытываете определенную ностальгию. Ностальгию в детстве, потому что рисунок совсем невзрослый. Рисунок очень детский, это означает, что эффективно, подсознательно вы, вероятно, хотите вернуться в детство, где вы были максимально защищены, где у вас все было в порядке, где вы чувствовали себя, может быть, именно такой вот безмятежной, такой вот свободной и так далее. Но при этом, что важно, вы хотите свободу. А свобода у вас, судя по всему, ну, ассоциирована именно с одиночеством. У вас нет других людей. И это значит, что вы как бы противопоставляете себя людям. И надо сказать, что по вашему тексту и даже вот по эмоциональному настроению этого текста, по вашему дополнению, я могу сказать, что вы действительно привыкли очень сильно защищаться от людей. Может быть, вы не доверяете им, может быть, вы подозреваете их в чем-то и так далее. Может быть, это связано с тем, что вас обманывали много раз. Может быть, это связано с чем-то еще. Но, тем не менее, людям вы не доверяете, людей вы особо не любите. И, собственно говоря, в этом и заключается основной посыл тогда вашего текста, с одной стороны, ой, рисунка, что с одной стороны вы хотели бы вернуться в то безмятежное время, вполне возможно это время без ответственности. Вы как бы хотели бы иметь свое собственное место, которое, может быть, вы сейчас имеете, но вам оно уже не так важно или не так дорого, как было важно тогда. И вы хотите определенно быть яркой, вы хотите определенно быть замечаемой, но при этом, чтобы в вашей жизни не было других людей, потому что другие люди на данный момент, скорее всего, ограничивают вашу свободу. И если моя позиция верная, и вы действительно хотите вернуться в детство, и вы не доверяете людям, то я вам могу сказать, что это довольно серьезная проблема, которая действительно идет из семьи к вопросу к вопросу о психоаназии. И, может быть, в семье у вас было все довольно-таки жестко, то есть все довольно-таки, как это сказать, слово вылетело из головы авторитарно, либо наоборот, у вас в семье было через все много свободы. Вы вот хотите такой определенной не свободы, но в которой вы бы сами чувствовали себя свободно. Ну, бывают там разные моменты, да, где, когда, вроде бы, семья авторитарная и свободная. Никакой, а в то же время, вроде как, семья, вроде бы, и не авторитарная, и вроде бы все свободны, вроде бы, но в то же время никто не свободен. То есть точно у вас в семье определенные проблемы были, это правда. Какие, конечно, сказать здесь сложно. Про сексуальных тоже ничего не скажу, могу сказать только про идеализацию. Вот, вы идеализируете определенный период своей жизни. Вы идеализируете. И идеализируя определенный период своей жизни, вы не цените то, что у вас есть сейчас. Возможно, вы не цените людей, которые у вас есть сейчас. Возможно, вы не цените те достижения, те плюсы, которые у вас есть сейчас и так далее. Вот то, что я вам могу сказать по рисунку вашему, в дополнение к тому, что я сказал. Ну и очевидно, что вы не удовлетворены, или не удовлетворены в общем и целом своей жизнью, потому что и по тексту, и по рисунку это довольно-таки очевидно. Вот. Для более точного получения информации о себе я бы рекомендовал вам все-таки консультацию именно приватную с психологом, чтобы он мог вам все необходимые вопросы задать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если один из них вы сделаете лучшим. Желаю вам еще раз всего доброго и удачи.